Ну, еще одна встреча у нас была в городе Киеве. Виктор, расскажите вы о этом режиссере и актере. Ну, это народный артист Украины, артист театра на левом берегу, я считаю, это на сегодня. Наверное, один из лучших театров не только Украины, а вообще постсоветского пространства. Сильнейший театр. Бывая в Киеве, всегда стараюсь попасть именно в этот театр. Это всегда интересно, это всегда ново, это всегда неожиданно, это всегда прекрасные постановки. И наши, скажем так, звезды Украины сегодня, это Горянский, Сомов, Роговцева, это Леся Жураховская, это актеры этого театра. Наш Андрей Мастренко-Земляк, тоже актер театра на левом берегу. И Лев Николаевич Сомов, помимо того, что он народный артист Украины и актер этого театра, это еще и прекрасный режиссер-педагог. Он педагог на кафедре театра и кино Киевского Международного Государственного Университета. И вот мы с вами попали на репетицию, он выпускает сказку «Привиденница», которую он готовит конкретно для города Скадовск. Так получилось, что я стал посредником такой дружбы, театральной дружбы, творческой дружбы между Киевским Государственным Университетом и кафедрой Сомова и городом Скадовск. Летом, осенью они привозили спектакль «Прощай, враг», знаменитая пьеса, который был принят с кадовчанами в восторге на ура. И вот сегодня они везут комедию взрослую туда, где играет и сам Сомов, и они везут для сказку «Привиденница». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова И будьте корректны, пожалуйста, по отношению к тем, кто на сцене. За кулисами разговор возможен, но шепотом. Поехали! Эта невероятная история произошла очень давно в одной стране, а может быть и совсем недавно. В этой стране жили вместе моряки, капитаны, люди и привидения. У людей были дети, девочки и мальчики, а значит и у привидений тоже. Наш главный герой Деницып Луфт. А вот смотрите, он уже здесь. Ах, мало говоришь, что я должен. Людей пугать научимся. Ну а пока-пока все больше люди пугают меня. Ох, эти ужасные люди. Я их ни разу не видел. Но мне бы ужасно, ужасно хотелось хотя бы глазком взглянуть. Ах, мало говоришь, что я должен. Людей пугать научимся. Ну а пока-пока все больше люди пугают меня. Хотя бы одним глазком. Вот бы хотя бы глазком взглянуть. Не, а вот это вот тот случай, когда попнул, наверное. Ну да, до понедельника. Хотя бы одним глазком взглянуть. Давай. Вот так, больше. Смейте дальше. А тебя как зовут? Меня зовут Марибел. Я девочка, которая любит путешествовать на корабле. Вот поэтому я и сбежала от своих родителей. И жила у своего дедушки. Великого капитана Банансы. Но он умер. И теперь я живу у своих друзей. У Жуана, Жулиана и Себастьяна. Они моряки. Они сейчас отправились на рыбалку, чтобы наловить рыбу на ужин. Они заботятся обо мне. Ах, совсем забыла У моего дедушки были сокровища Но только никто не знает, где он их спрятал А у моих друзей есть карта И мы обязательно их отыщем Сокровища? Где? Говори! Иди сюда! Мне нужна карта! Стой! Не выдержка! Девчонка! Давай! Девчонка! Помоги, друзья! Да! Собиралища будут мои! Девчонка! Ваш спектакль по горькому произвел фурор У нас в Николаеве на этом фестивале Мы действительно дома не видели Именно такой игрок Такой постановки, между прочим И вот вы в своей роли там Вы старший По актерскому Но вы все время были среди этой молодежи Каким-то образом в ансамбле Вот мне так показалось Хочу вас спросить Вот это же приходит Из самодеятельности Из аматорства сюда Учиться Когда наступает Вот эта грань Когда они уже становятся здесь актерами Ну в принципе Это моя задача Наша задача Мастерской Воспитать из них актеров И У каждого по-разному Вот они не все приходят Из аматорских коллективов Самодеятельных Некоторые приходят Вообще даже случайно Вот у меня была Одна бутерия Абитуренко Которая На вопрос А почему ты поступаешь В театральный вуз Она говорит А почему бы нет Я подумал А почему бы нет Но актерская профессия Это профессия Ей нужно учиться Это очень много знаний К сожалению В нашей стране сейчас Благодаря КВН Зеленскому Благодаря Поплавскому Рассказали Что профессия доступна каждому И для нее не нужны знания Кривляние Произношение Реприз Написанных кем-то И является профессией На самом деле Это не так Поэтому Театр и кино Которое в принципе Сейчас только начинает Рождаться заново Я имею ввиду кино Оно начинает доказывать Истины Которые к нам пришли Давным-давно От Станиславского От Таирова От Мирхольда От Брехта От Немировича Данченко Я этому учу детей На самом деле Даже не учу А переношу знания Полученные От своих мастеров От Николая Николаевича Ружковского Профессора Я его студент От Эдуарда Марковича Митницкого Я Двадцать с лишним лет Работаю под его руководством Это Величайший режиссер От Юрия Одинокого Лисовца Богомазова Одним словом От людей Которые В принципе И меня-то сделали актером Поэтому Открытие актера Здесь Вот сегодня Мы репетируем сказку Веселую пиратскую сказку Про привиденец Плуфта Вот И вы знаете Здесь ведь собраны Артисты Первого Второго И четвертого Курса Но Работа Внутри Этой потешной Истории Она выравнивает Слабых поднимает Наверх А Верхних Заставляет жить с ними В одной Сцепке И упряжке И в этом смысле Чем раньше ты выйдешь На сцену Тем раньше ты поймешь Что ты ничего не можешь Поэтому надо выходить На сцену А когда ты понимаешь Что ты ничего не можешь Ты начинаешь Приобретать Где Марьева Ее украли Мы должны спасти Внучку нашего капитана Банансы Да Мы еще должны найти Сокровище внучки Капитана Банансы Да А давайте найдем И сокровище И спасем внучку Великого капитана Банансы Да 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 здравствует Великий капитан Бананса Раз Два Три Работаем дальше Дальше Не останавливаемся Давай моряк Подай деньгого Нету Иди сюда Давай моряк Почему? Пойди, давай. Немурек, подай деньгу, а? Нету! Я слышу слово! А это... Грибкие рты мне не нужны. Тогда что делаю? Отошла? И в ритме стала стоять, да? Давай еще раз. Немурек, подай деньгу, а? Нет! И в ритме живем! Стой! Тихо! Я свой! Это ты, Себастьян! Это ты, Сон! Это ты, Сон! Привет! Привет! Что? А пароль! Правильно, пароль! Как же это я позабыл про пароль? Иди и ищи! Ну, после бури! Наступает штиль! Правильно! А! 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 Я не нашел пароль! А! А ты кто такой? Себастьян! А! 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 Оно уже сделало реше и пошло дальше Детей догонять надо Вот детям мыслятся Частым по ритме французской комедии на самом деле Но при этом нужно быть Безупречно кристальным И понятным Дети мне, я вот в начале репетиции Говорил своим студентам, что дети не воспринимают Длительное пребывание В одной форме В одной краске И они устают от этого, им нужно другое Клиповое мышление сейчас существует Они смотрят мультики, клипы Они смотрят телевизор Они читают книжки Их мир учит быть Более быстросоображаемыми Поэтому наша сказка хоть и идет Час десять, но она очень Динамичная, она очень быстрая И моя задача Задача режиссера Саша Мурашка Это вот, собственно говоря, наша задача привести К современному, собственно говоря Хотя здесь очень сложная музыка Очень сложные речитативы Очень сложная поэзия И мы, в принципе, рассчитываем на соображалку детей Потому что это во мне агния бордо Мама мыла раму Вы понимаете, это очень сложная Да, 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 шарики должны крутиться Поэтому чем прозрачнее мысль у артиста Чем доступнее И чище он на сцене, тем интереснее Вот детям И вот еще один вопрос Меня точно интересует Вот, мне кажется, в украинских театрах В давнее время Может быть, сейчас Но вот присутствует Ну В игре Чувство высокого голоса То есть, будем так говорить Вот здесь высокий голос у нас, правда же? Все на повышенных тонах Где Почему не кончается сценическая правда? Даже если то громко говорят Вот здесь же малое расстояние Вы рассчитываете, что это будет Ну мы, да, мы репетируем Мы репетируем с перспективой на большую сцену И мы здесь-то премьеру будем играть тоже на большой сцене И дети должны привыкать бросать голос в зал Но громкость, интонация, эмоция Чувственное наполнение Тихость или громкость Нежность или крикливость Это все краски мысли Мысль жесткая Вы понимаете? Можно взять как форму выразительности Или как прием Говорить как-то так И весь спектакль так и говорить Но и будет человек выглядеть как идиот на сцене Вы понимаете? Но когда человеку сделали больно Он рыдает, кричит от боли Но для этого нужен аргумент Аргумент или, как мы говорим, событие Которое вызовет эту боль На основании которого человек будет кричать Если человек орет без события Без аргумента Без происшествия Не возникает мысль Краска не может возникнуть Вы понимаете? Это такая же схема возникновения красок Человеческих эмоций Какая присутствует в жизни у людей Человек выиграл лотерейный билет Кто-то застывает и А кто-то орет и хохочет Вы понимаете? И у каждого свои краски У своей индивидуальные Неповторимые Поэтому органика настоящего А не просто Ну так учат говорить Вы понимаете? Надо учить говорить почему-то так То есть должен быть всегда Человек должен понимать Что он говорит Когда он говорит Почему он говорит И так далее Еще у вас совершенно здорово У вас актеры сейчас Вы их научили смотреть друг в друга в глаза Да я вообще не люблю В профиль египтян Друзья мои Ну где же вы? Спасите меня Что со мною я не знаю Начается душа моя И где-то там мои друзья Сокровища киши И тогда Уйдем отсюда На всегда И сальса моя Сокровища киши Да что? А надо прикоснуться Да, это в результате А жить надо, Тимонька Впервые У меня Знаешь, что называется? Рождение симпатии Которое выносит Вот потом Вот в эту руку вылезет Понимаете? Поэтому вот это вот На заднем плане Уйди туда Потому что он не может быть я А мы там На революбе Надо сразу давать Она должна Эта музыка возникать Из него Из его глаз И сразу возникла Она тебе очень интересна А тебе интересно Прощу Это разные вещи Не прикоснуться интересно А она тебе интересна И в результате Тогда Прикосновение Понимаешь? Да, давай Вот люди Забавные существа Ой, мам Ну что? Мам Ты здесь? Ну конечно Мам А знаешь что? А давай выкинем ее отсюда И проведем сундук С дядей Жерундио И осталось только Привидение И никаких людей Ой, если бы Это мой отец был жив Каким он был Храбрым привидением Ты что? Хочешь выбросить Эту девочку Из окна? Нет Но она могла бы Сама отсюда уйти Я ушел А тебя как зовут? Меня Меня плов А тебя? Меня Марибел А ты правда человек? Ну да А ты? А я А привидение Настоящее привидение? Ну конечно Настоящее Странно Но я больше Тебя не боюсь Странно А я тебя тоже Это моя мама Что мам? А с кем Ты там разговариваешь? С Марибел С кем? С человеком Мам С Марибел А что? Она уже пришла В себя школьная Еще Фоменко великий Царство небесное Который студию Это организовал Это одно из любимых Его замечаний Не бросать слова в пол И не смотреть на пол Там ничего нет Кроме половика И паркета Вы понимаете? Это он всегда говорил Поэтому подними глаза И сразу Когда есть адрес Сразу же человек Приобретает объем Если я просто А многие артисты Становятся вот в профиле Разбегая А дорогая тут стоит Я так тебя люблю И все это в зал В профиль Ну это называется Египетская игра Но мы избегаем Этой истории Артабаланцы Нет денег Вручка 8 марта Я буду петь грабан А меня ждут На шуба-дуба танцы А меня ждут Кто что? А меня А меня А меня А меня Что у меня Моя семья Моя Да я Я буду Сказать Ну дуроченье Они меня даже Не узнали Я украл Малышку Мари И этих Трех Дураков Я Перехитры Я Деревянная Нога Мне нужно Найти Клад Капитана Бананцы И любит В себе Большой Большой Карабел Я Соберу Соберу Собой Мари Бел Она будет Стерна Мы И убирать Я Буду Богат Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Мари Бел Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Карабел Я люблю Я люблю Я люблю Я люблю Мари Бел Я люблю Я куплю, я куплю, я куплю, я куплю корабел. Я, бока-то, я торган. Уплывем, 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 уплывем далеко. Заморел, 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 и я. Уплывем, 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 уплывем далеко. Заморел, 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 и я. Ко мне! Это самое благополучное место. Пока что заваривается у тебя интрига. Поэтому ты можешь на яркой истории позволить себе. Не жалей Юрчучку. Дергай ее мощнее. Пусть дети ее пожалеют. Не жалей девочку. Петь песня, она плюс такая, она плюсовая. А вот твои поступки к ней, над ней нужно тут поиздеваться. И тогда сложится в зрительном зале у детей эффект отрицательного тебя восприятия. Понимаешь? Тогда дети будут против тебя. Тогда в спектакле нужно подключать большие силы, чтобы с тобой сражаться. Понимаешь? Поэтому имеешь право не самому тут красоваться, широкий жест, а больше над ней издеваться. Ну, допустим, не перерасти в такую, знаешь, патологическую гречу, не в маньяка, да? Такое, защищеное. Ну, ты понял? Да. Все. И там у тебя ты не попадаешь. Я куплю карабеллу на второй. Я на второй куплет. Да, слушай, ты его там провораниваешь и провораниваешь по голосу здесь. Идем дальше. Приведу замок. С вами можно говорить бесконечно. Да, бесконечно. Мне это большое удовольствие. Я просто хочу, чтобы действительно вы еще раз побывали даже вот с этим спектаклем у нас в Николаеве, да? Ну, вот сейчас мы едем в Скадовск, подарим детям Скадовска эту сказку. Мы сейчас уже как бы в завершающей стадии. Мы подключаем постепенно костюмы, декорацию, свет. Вот сейчас будем прописывать панограмму «Звук». И я надеюсь, что 24-го и 5-го Скадовск увидит. И думаю, что мы... А это по дороге, да? Ну, это по дороге. Но это же все равно, сказку нужно зал заполнить. Поэтому мы отработаем обязательно город Николаев. У нас есть хорошие связи с городом. Мы собираемся там и обязательно привезем эту яркую сказку. Там достаточно эффектов и световых, и всевозможных таких изобразительных. Поэтому, я думаю, интересно будет Николай его посмотреть. Редактор субтитров А.Семкин